25 апреля, в день рождения чувашского просветителя, педагога Ивана Яковлевича Яковлева, весь чувашский народ во всех регионах страны широко отмечает 175-летие своего патриарха. Мы предлагаем заглянуть в святая святых, где жил и работал Иван Яковлевич в последние годы жизни в Симбирске. Мы сейчас с вами на том месте, где уже находится целый комплекс бывшей Симбирской чувашской учительской школы, который включал несколько зданий, потому что это была школа-интернат для крестьянских детей. И так как школа-интернат, нужны были и спальни, и учебные классы, и квартиры учителей, столовые, актовые залы. На территории бывшей Симбирской чувашской школы находятся шесть зданий. Не сохранились только мелкие хозяйственные постройки. Этот комплекс появился лишь после того, как Иван Яковлевич закончил гимназию Казанский университет и стал инспектором чувашских школ. Здесь в начале 20 века обучалось около 300 юношей и девушек. Здесь же были квартиры для учителей. А на втором этаже главного здания находилась служебная квартира семьи Яковлева. Что делали сотрудники, которые восстанавливали вот эту квартиру? Они переписывались. Переписывались с внучкой, с внуками, которые видели своих бабушек и дедушек здесь, в этой квартире. Именно внуки подсказали, где и какие комнаты находились, как и какая мебель стояла. Когда открылся музей, было восстановлено всего две комнаты – кабинет и столовая. В дальнейшем воссоздали все шесть комнат квартиры Яковлевых. Тут рабочий кабинет, в котором мы с вами сейчас находимся. Это кабинет, рабочий кабинет Ивана Яковлева. Нам ценно то, что на написанном столе, который находится рядом, вот здесь рядом у окна, находятся личные его вещи. Здесь можно увидеть и нож для разрезания бумаги. Кстати, этот нож привезла его жена из города Иссентуки Екатерина Алексеевна Яковлеву в подарок своему мужу. Здесь же на столе всегда находился такой камень, который Иван Яковлев когда-то привез из поездки за границей. История о том, чем этот камень так понравился Ивану Яковлевичу, до нас не дошла. Но он всегда лежал на этом столе и использовался как пресс-папье. На столе стоит подлинная чернилица Яковлева, а над столом висит зажим для бумаги в виде человеческой руки. Многие эти предметы были отданы в дар Ульяновскому музею из Чувашского национального музея. В кабинете над турецким диваном висит портрет Ивана Яковлевича Яковлева. Он был написан его невесткой, художницей Ольгой Петровной Преклонской, женой старшего сына Алексея. Портрет был растиражирован в виде гравюр. На портрете, как обычно, Иван Яковлевич изображен с большой бородой. И про него говорили, борода у него была, как у библейского пророка. И он, кстати, своим двум сыновьям, Алексею Николаю, говорил, если Бог создал тебя мужчиной, то ты обязательно должен носить бороду. Напротив кабинета находится столовая, где любила собираться вся семья. Иван Яковлевич, его жена Екатерина Алексеевна и трое детей – Алексей, Лида и Николай. На столе стоят личные вещи самого Ивана Яковлевича. У него было своё любимое место. Как раз там сейчас стоит его любимая чашка и блюдце. По центру стола лежит специальная дорожка с вышивкой, изготовленная Екатериной Алексеевной. На ней находится стеклянный графинчик, соковыжималка для лимона и тарелки. Всеми этими предметами когда-то пользовались Яковлевы. Об этой столовой сохранились очень хорошие воспоминания старшего сына Алексея, который вспоминал. Мама проверяет тетради, а папа читает. Читал он замечательно. Казалось, что герои сходят со страниц книг. И часто я под такие вечерние читки засыпал. И засыпал под мерный звук стенных часов. Кстати, эти часы находятся на стене в экспозиции музея-столовой. Это те самые часы, которые когда-то были свидетелями всех событий этой квартиры и всех событий семьи Ивана Яковлевича Яковлева. В юбилейный год, названный также годом педагога и наставника, Музей-заповедника Родина Ленина подготовил обширную программу празднования 175-летия Яковлева. Впереди проведение школьной научно-практической конференции 11-й Малые Сытинские чтения, продолжение реализации проекта «Сад Ивана Яковлева. Возрождение» и презентация новой туристической программы «Яковлев Тур». Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.